СТИВЕН КИНГ ПОЧТИ КАК БЮИК ПОСВЯЩАЕТСЯ СУРЕНДРЕ ИГИТЕ ПОТЕЛЬ ТЕПЕРЬ СЕНДИ В тот год, после смерти Кёрта Уилкокса, его сын частенько приходил к нам. Действительно часто, но никто не говорил ему, не мешайся под ногами и не спрашивал, что он тут делает. Мы понимали, что он делает. Пытается удержать память об отце. Копы много чего знают о психологии горя. Большинство из нас знает больше, чем хотелось бы. Нэт Уилкокс учился в выпускном классе средней школы Стэтлера. Должно быть, ушел из футбольной команды. Когда пришла пора выбирать, отдал предпочтение патрульному взводу Д. Трудно представить себе, что молодой, здоровый парень может предпочесть неоплачиваемую работу по уборке территории играм по пятницам и вечеринкам по субботам. Но именно так он и поступил. Не думаю, что кто-нибудь из нас говорил с ним о таком выборе. Но за это-то мы его и уважали. Он решил, что пришло время покончить с играми, вот и все. Взрослые зачастую не способны на такие скорые решения. Нэт принял свое, когда по закону еще не мог купить спиртное. Или, раз уж такой пошел разговор, пачку сигарет. Я думаю, отец гордился бы им. Более того, не думаю, знаю. Судя по времени, что паренек проводил с нами, он не мог не увидеть некоего объекта, который стоял в гараже «Б» и не спросить, откуда он взялся и почему находится там. Наверное, он спросил бы меня, потому что я был самым близким другом его отца. Самым близким из тех, кто еще служил в дорожной полиции. Да я и сам хотел, чтобы это случилось. Как говаривали старики, это средство или убьет, или излечит. Любопытство до добра не доводит, но все-таки это не порог. И я не имел ничего против того, чтобы ввести Нэда в курс дела. В случившемся с Кертисом Уилкоксом не было ничего загадочного. Известный в округе пьяница, которого Керт прекрасно знал и арестовывал шесть или восемь раз, отправил его в мир иной. Пьяница Брэдли Роуч никому не хотел причинить вреда. За пьяницами такого не водится. Но от этого желания гнать их пинками до самого Роксбурга не убывает. В конце жаркого июльского дня 2001 года Кертис остановил один из больших восемнадцати колесников, этих сухопутных дредноутов, водитель которого покинул четырехполосную автостраду в надежде на обед в семейном кафе. Не хотелось ему в очередной раз травить организм в Бургер Кинг или Тако Белл. Керт припарковался на заброшенной автозаправочной станции Дженни на пересечении шоссе 32 и Гумбольд Роуд. Другими словами, в том самом месте, где много лет назад и появился в нашей части вселенной этот чертов Бьюик Роудмастер. Бьюик Роудмастер, первая двухдверная с открытым верхом модель с таким названием, появилась в 1949 году и сразу привлекла внимание запоминающимся внешним видом. Характерная особенность – зубастая радиаторная решетка от крыла до крыла. Модификации под этим названием продолжают выпускаться и ныне. Вы можете назвать сие совпадением, но я – коп, и в совпадение не верю. Только в цепочки событий, которые удлиняются, утончаются, пока несчастье или человеческое злобо не рвет их. Отец Неда поехал за этим трейлером, потому что с колеса сорвало протектор. Когда трейлер проезжал мимо, Нед увидел, что он крутится на одном из задних колес, словно большой черный обруч. Многие владельцы большегрузных грузовиков используют резину с восстановленным протектором. Уж приходится. Слишком дорого дизельное топливо. Вот иногда протектор и срывает. Куски его частенько лежат на автострадах, на обочинах, у разделительного ограждения, напоминая шкуры гигантских черных змей. Ехать за грузовиком, с одного из задних колес которого сорвало протектор, опасно. Особенно на двухполосной дороге вроде шоссе 32, соединяющего Роксбург и Стэтлер. Достаточно большой отлетевший кусок может разбить ветровое стекло. Если и не разобьет, так напугает водителя, что тот непроизвольно вывернет руль, угодит в канаву, в дерево, а то и слетит с насыпи в Редфернстрим. На отрезке почти в шесть мель шоссе проложено аккурат по берегу реки. Керт включил маячки, и водитель, как послушный мальчик, свернул на обочину. Керт пристроился ему в затылок, первым делом связался с диспетчером, доложил о причине остановки и дождался ответа Ширли. Потом вылез из патрульной машины и направился к грузовику. Если бы он сразу подошел к кабине, откуда уже высунулся водитель, скорее всего и сейчас топтал бы ногами планету Земля. Но задержался у заднего колеса, с которого сорвало протектор, даже дернул его, чтобы посмотреть, хватит ли сил разорвать. Водитель все это видел и дал соответствующие показания в суде. Задержка Керта у задних колес и стала предпоследним звеном в цепи событий, которые привели его сына в патрульный взвод Д, и он стал одним из нас. А замкнул цепочку, как я и говорил, Брэдли Роуч, наклонившийся, чтобы достать банку пива из упаковки на полу у пассажирского сиденья его старого Бьюик Регл. Не тот Бьюик, о котором пойдет речь дальше, но тоже Бьюик, все так. Забавно, знаете ли, когда речь идет о несчастьях и любовных делах, вещи выстраиваются как планеты в астрологическом гороскопе. Меньше чем через минуту, Нед Уилкокс и его две сестры остались без отца, а Мишель Уилкокс без мужа. Вскоре после похорон сын Керта начал захаживать в расположение патрульного взвода Д. Той осенью я работал с трех дня до одиннадцати вечера. Скорее контролировал, как идут дела, такая у меня теперь была работа. И, приезжая, первым делом видел парня, нравилось мне это или нет. Пока все его друзья носились по полю имени Флойда Б. Клоуза, разыгрывали комбинации, укладывали на землю манекены и отрабатывали удары по мячу, Нед сам по себе в зеленом с золотом пиджаке школьной формы собирал в большие кучи опавшие листья. Он махал мне рукой, я отвечал тем же. Ты, мол, все делаешь правильно, парень. Иногда, поставив автомобиль на стоянку, я выходил на лужайку, чтобы поболтать с ним. Он рассказывал о последних глупых выходках сестер, смеялся, но, несмотря на смех, чувствовалось, что он их очень любит. Иногда я сразу входил в здание через дверь черного хода и спрашивал Ширли, как идут дела. Служба охраны правопорядка на дорогах Западной Пенсильвании без Ширли и Пастернак развалилась бы, как карточный домик. И заверяю вас, это не пустые слова. Зимой Нед обретался на стоянке, где патрульные оставляли свои автомобили. Убирал снег. За уборку нашей стоянки деньги получают братья Дадьеры, из местных. Но взвод Д базируется в стране Амишей, у подножия низких холмов, и частенько случается, что ветер наметает сугробы сразу после отъезда снегоуборочной техники. Амиши. Консервативная секта Меннонитов. Названа по имени основателя, якобы Аммана. Основана в Швейцарии в 1690 году. В 1714 году члены секты переселились на территорию современного штата Пенсильвания. Сейчас проживают во многих других штатах, в частности, в Айове, Мичигане, Небраске. Живут в сельских общинах. Буквальное толкование Библии запрещает им пользоваться электричеством, автомобилями и так далее. Амиши носят бороду, без усов, старомодную одежду с крючками вместо пуговиц, пользуются плугом в земледелии, строго соблюдая день отдохновения. Мне они напоминали огромные белые ребра. С этими сугробами и разбирался Нед. Даже если температура опускалась до 8 градусов, а с холмов дул ураганный ветер, он убирал снег. В комбинезоне, в таких ездит на снегоходах, с надетым поверх зеленым с золотым пиджаке школьной формы, кожаных перчатках патрульного и горнолыжной маске-шлеме. 8 градусов по шкале Фаренгейта соответствуют минус 13,3 градуса по шкале Цельсия. Поскольку температуры в романе будут приводиться часто, далее в сносках будет указываться только значение температуры по шкале Цельсия. Я махал ему рукой, он вскидывал в ответ правую, затем продолжал атаковать сугробы на снегоочистителе. Потом заходил, чтобы выпить кофе или чашку горячего шоколада. Патрульные спрашивали его, как дела в школе, слушаются ли его близняшки. В 2001-м его сестрам вроде бы исполнилось по 10. Спрашивали, ничего ли не нужно матери. Иногда подходил к нему и я, если какой-нибудь разгневанный налогоплательщик не возмущался работой полиции и удавалось справиться с бумажным потоком. Никто не упоминал его отца, но во всех разговорах он незримо присутствовал. Вы понимаете. Вообще-то обязанность сгребать листья и убирать сугробы на стоянке лежала на арке Арканяне, стороже. Он был одним из нас и никогда не злился и не ругался, если кто-то брался выполнять его работу. Черт! Да когда начинал валить снег, готов спорить, Арке мог бы встать на колени и поблагодарить Бога, что тот послал нам этого парня. Арке уже перевалило за 60, так что для него дни, когда он играл в футбол, остались в далеком прошлом. Как и времена, когда он мог быть на улице полтора часа при температуре в 10 градусов. Минус 12,2. На 25 ниже, если учесть ветер. Минус 26 градусов. Не испытывая никаких неудобств. А потом парень связался с Ширли. На работе полицейским оператором средств коммуникации Пастернак. К весне Нед все больше и больше времени проводил в ее маленьком закутке со всеми телефонами. Туг. Телефонное устройство для глухих. Карты местонахождения патрульных, так называемые Д-карты, и компьютером, мозговым центром этого маленького, но живущего очень напряженной жизнью мирка. Она объяснила ему назначение всех телефонов. Самый важный, красный, наш конец линии 9-1-1. Рассказала, что все оборудование должно проверяться раз в неделю, и показала, как это делается. Показала, как проводится ежедневная перекличка, чтобы диспетчер точно знал, кто патрулирует дороги Стэтлера, Ласбурга и Погус-Сити, кто дает показания в суде, а у кого выходной. — Самый мой кошмарный сон — потерять патрульного, не зная, что я потеряла его. Как-то раз услышал я слова, обращенные к Неду. — Такое случалось? — спросил Нед. — Вы теряли парня? — Однажды, — ответила она. — До того, как начала здесь работать. — Нед, я сделала тебе копию перечня всех кодов. Мы больше не должны ими пользоваться, но у патрульных они в ходу. Чтобы работать в коммуникационном центре, их надо знать. Потом она вернулась к четырем основным принципам, на которых строилась ее работа. Знать место, знать характер происшествия, знать, если пострадавшие, и знать, где находится ближайшая патрульная машина. Место, происшествия, пострадавшие, БПМ. Такова была ее мантра. Я подумал, он скоро сядет за диспетчерский пульт. Она хочет, чтобы он сел. И пусть она потеряет работу, если полковник Тегиу или кто-то из Скрантона приедет и увидит, что она делает. Она хочет, чтобы он научился ее работе. Когда я первый раз застал его одного в коммуникационном центре, он аж подпрыгнул и виновато улыбнулся, совсем как мальчишка, которого мать застукала в тот самый момент, когда он залез в лифчик подружки. Я лишь кивнул ему и пошел дальше, благо дел хватало. И никаких опасений у меня не возникло. Ширли оставила коммуникационный центр Стэтлеровского взвода Дэна по печенье мальчишки, который брился лишь три раза в неделю. Почти дюжина патрульных находились на связи. Но я даже не замедлил шага. Мы же все держали в голове его отца, понимаете? Ширли, Арки, я и другие патрульные, с которыми Кертис Уилкокс прослужил более двадцати лет. Говорить можно не только вслух. Иногда это никакого значения и не имеет. Человек просто должен отличать главное от второстепенного. Стэтлер, это двенадцатый, произнес мужской голос. Радио искажает голоса, но своих я по-прежнему узнавал. На связь вышел Эдди Джейкобиу. — Стэтлер слушает. — Говорите, — ответил Нед. — Совершенно спокойно. Если и боялся ответственности, которая легла на его плечи, то голосом себя не выдал. — Стэтлер, у меня Volkswagen Jetta, номер 140739, Фокстрот, это Пенсильвания. Стоим на дороге девяносто девять. Мне нужен десять двадцать восемь. Прием. Ширли рванулась через комнату. Кофе выплеснулся из чашки ей на руку. Я взял ее за локоть, остановил. Эдди Джейкобиу находился на сельской дороге. Он только что остановил водителя джеты за какое-то правонарушение. Скорее всего, за превышение скорости. И ему хотелось знать, что известно как об автомобиле, так и о его владельце. Хотелось знать, потому что он собирался покинуть патрульную машину и подойти к джете. Хотелось знать, потому что он мог подставиться под пулю сегодня, как и в любой другой день. Не в угоне ли джета? Не попадало ли в аварию в последние шесть месяцев? Есть ли у водителя судимости? Убил он кого-нибудь? Ограбил? Изнасиловал? Не числятся ли за ним неоплаченные штрафы за неправильную парковку? Эдди имел право все это знать, и необходимая информация хранилась в банках памяти. Но Эдди имел также право знать, почему ученик средней школы только что сказал ему «Это Стэтлер, говорите». Я подумал решать Эдди. Если сейчас он скажет «Где, черт побери, Ширли», я отпущу ее локоть. А вот если Эдди этого вопроса не задаст, тогда мне хотелось бы посмотреть, что сделает наш герой. И как он это сделает. «Двенадцатый, подождите!» Если Неда и прошиб пот, на голосе это никак не отразилось. Он повернулся к дисплею компьютера, включил Юнископ, поисковую программу, которая используется полицией штата Пенсильвания. Ввел исходные данные, потом решительно нажал на клавишу «Эндер». Последовала пауза, во время которой мы с Ширли стояли бок о бок и вместе надеялись. Надеялись, что парень вдруг не обратится в статую. Надеялись, что не отодвинет стул и не выбежит из коммуникационного центра. Надеялись, что он послал правильный запрос и получит нужный ответ. Пауза затянулась на целую вечность. Я слышал, как зачирикала какая-то птица. Издалека доносилось мерное гудение самолета. Мне хватило времени подумать о цепочках событий, которые люди зачастую предпочитали называть совпадениями. Одна из таких цепочек разорвалась, когда отец Неда погиб на шоссе 32. Здесь и сейчас начинала формироваться другая. Эдди Джейкобю, надо честно признать, не семи пядей во лбу, подсоединялся к Неду Уилкоксу. А следующим звеном становился Фольксваген Джетто и водитель, кем бы он ни был. Фольксваген Джетто и водитель, кем бы он ни был.